80 тысяч тонн силоса, 54 тонны сенажа и 23 тысячи тонны сена. Такие грандиозные планы построили аграрии Коми на корм-заготовку в 2019 году. На сегодня 6% от планов уже убрано. Это лучше, чем в прошлом году. Сказывается наличие новейшей техники, которая позволяет оптимизировать производство, заменив ручной труд на машинный. Финансирование мы не ниже к уровню прошлого года имеем, но намерены опять-таки еще заявляться. В прошлом году мы заявились на изменение бюджета, нас поддержали и правительство, и в госсовете. И вот результат именно по приобретению техники мы очень здорово, хорошо отработали. Мы смогли получить больше 200, купить больше 200 единиц сельскохозяйственной техники, разные модификации тракторов, сельхозмашин, и просубсидировали где-то в пределах 75 миллионов рублей на эти цели. За счет бюджета республики. В лидерах по работе с землей – Сысольский, Кайгородский и Карткиросский районы. Но последнее вовсе передовик. Здесь лучше всех чувствуется работа агрономов. А еще производится самый большой объем молока – 23 литра с коровы. Срочно надо строить еще одно здание – еще 500 голов. Представляю вам площадку ООО «Северная Нива», на которой ведется строительство репродуктора, в котором будет содержаться 540 голов молодняка, племенного скота. Значит, потребность у компании произвести, построить этот репродуктор для того, чтобы мы не закупали высокоудойных телят и коров, а производили собственное высокопродуктивное стадо. Вот так должно быть везде, на всех полях. Вот тогда будет корм для наших коров, тогда будет молоко. Кроме того, в этом году проведен конкурс для начинающих фермеров. Из тех, кто получил гранты на 12-13 миллионов рублей, одни будут строить фермы, другие – обновятся техникой. Здесь же в Карткиросе озвучены планы о строительстве первого в коме комбикормового завода и идея производства редких сыров, таких как маскарпоне и рикотта.